Заместитель председателя МИЖИЗа Крымско-Катарского народа Нариман Джелял с нами сейчас на прямой связи. Нариманага Телямалейкум. Нариманага, вы слышали студию наверняка и слышали то, что мы здесь обсуждаем. Как вообще в Крыму восприняли подписанную формулу Штайнмайера? Может мы здесь на материке что-то не так делаем? Как вам это все оттуда видится? Ну вы должны понимать, что в Крыму те люди, которые борются за восстановление ценности территориально и полного северного этапа украинской державы над всеми территориями, звичайно, принимают все эти события с великой тревогой. Дуже большие вопросы, много вопросов для тех, кто сегодня принимает подобные решения. И это, снова же, виходит из того, что влада не желает консультовать, не желает объяснить то, что она делает, как она это делает и до чего это может привести. Не хочет, мы это бачим, спелкуваться с другими политическими таборами, с опозицией нравятся они или не нравятся. И с теми, кто сегодня есть активными гражданами, то есть гражданским суспільством, что может привести до, на мой взгляд, небажанных событий. Кто-то скажет про новые майданы и так далее. И очень много людей в Крыму даже опасаются того, что новый майдан, который может появиться сегодня, как ответ на такие выклики, как раз провокируется теми, кто хочет оставить Украину вот такой расчленованной. И, конечно, мы не хотим, чтобы так это произошло. И я действительно хочу напомнить, что с начала независимости Украины, украинская влада пыталась договориться с Россией, пыталась договориться с пророссийскими силами в Крыму. И до чего это, в конце концов, привело, мы сегодня увидим. Сегодня я должен поговорить с вами с окупованных территорий.